Друзья, мы вас приветствуем с большим удовольствием. Конечно, подавляющее большинство наших сверстников уже отдыхают на берегах Турции и других стран, но мы с вами в июле начинаем очень важную и большую дискуссию о современном социально-экономическом положении Российской Федерации. Мы с коллегами сегодня хотели представить наш совместный проект, новый, молодежная стратегия 2020. В самом начале мы с коллегами вам расскажем в целом о сути проекта, о целях и задачах, затем мы можем обсудить какие-то сущностные вопросы социально-экономического развития, с удовольствием ответим на ваши вопросы. Прежде всего я хотел отметить то обстоятельство, что идея создания этого проекта родилась 14 марта 2012 года. Это такая довольно историческая дата для экономической науки. Вы, конечно, не помните, что произошло в этот день. Кто-нибудь помнит? В этот день была представлена итоговая версия доклада «Стратегия 2020». Двоеточие. Новая модель роста. Новая социальная политика. Над этим докладом работали около тысячи экспертов, еще 400 экспертов в регионах. Огромное количество людей награждены правительственными наградами. И, в общем-то, в итоге мы увидели очень качественный, очень объемный социально-экономический документ, на основе которого может быть выработана в будущем социально-экономическая политика и могут быть приняты соответствующие решения. В целом, именно после публикации итоговой версии доклада Высшая школа экономики МГИМО при поддержке других вузов решили запустить проект молодежной стратегии 2020, то бишь молодежного обсуждения того, что написали наши старшие коллеги, если можно так сказать. На самом деле, мы попытаемся запустить молодежное обсуждение стратегии и, возможно, предложить какие-то альтернативные, возможно, более эффективные пути решения тех проблем, которые стоят перед Российской Федерацией. Конечно, очень сложно найти в этом документе какие-то слабые стороны, практически невозможно. Но я уже взял на себя труд, прочитал 864 страницы, друзья, этого документа. Я понял, что действительно можно предложить что-то новое. На самом деле, в стратегии, вы знаете, не рассматриваются вопросы внутренней политики. Мы могли бы какой-то вклад в этом смысле внести с точки зрения развития политической системы России. Вопросы внешней политики рассматриваются не так глубоко, учитывая то, что МГИМО участвует в проекте. Я думаю, что вопросы внешней политики международного позиционирования России могут быть рассмотрены довольно глубоко. Вот такие вот дела. А теперь я хотел сказать несколько слов об основных принципах молодежной стратегии 2020, то бишь определенные вещи, аксиомы, из которых мы исходим. На самом деле, основной принцип заключается в необходимости проведения глубоких институциональных преобразований в России, необходимость которых нарастает. Но мы с вами, в принципе, прекрасно знаем о том, что вероятность такого сценария, сценарий, можно назвать, модернизации снизу, как его называет Евгений Григорьевич Ясин, который подразумевает очень активное социально-экономическое развитие, качественное, именно интенсивное, а не экстенсивное. Вероятность этого сценария очень невелика, учитывая то, что цены на нефть, хотя и падают, но остаются на довольно высоком уровне. Но у нас в России зависимость между ценами нефть и интенсивностью проведения реформ, она обратно пропорциональна. То есть, когда цены на нефть высоки, реформы никто не проводит, и ничего менять не хочется. И учитывая то, что прогнозы международных организаций, органов государственной власти говорят о том, что цены на нефть будут высоки, конечно, надеяться на глубокие реформы не приходится. И в этом смысле, конечно, необходимо цивилизованно давить на власть. И мы тоже, как молодые люди, пытаемся проявить свою гражданскую позицию, и, конечно, надежды на политическую волю только лишь. В принципе, основной вектор реформ, с нашей точки зрения, должен быть направлен на общую либерализацию экономической политики, на формирование определенной социально-экономической модели, определенной модели экономической политики. Это очень важно отметить, потому что в России пока еще не сформировалась модель принятия экономических решений. У нас то приватизация, то национализация. А вот в Соединенных Штатах Америки, сегодня, кстати, День независимости, мы поздравляем американцев, вот у них есть определенная модель экономической политики, которая десятилетиями отрабатывалась, и там, в общем-то, все экономические решения, они соответствуют определенной модели. И это очень важно отметить, и важно отметить необходимость формирования этой системы в России. Ну и, наверное, последний момент перед тем, как передать слово, я бы отметил необходимость принятия комплексных решений, которые учитывают все факторы сложной социально-экономической действительности. Ну, я очень часто слышу о том, что в России одна проблема – коррупция. То есть некоторые люди, например, известный блогер Алексей Навальный, считают, что в России социально-экономическая повестка России состоит только из одного пункта – борьба с коррупцией. Ну, конечно, это очень сложная такая всеразъедающая проблема, но все-таки думается, что помимо этой проблемы есть огромное количество других проблем, как, например, развивать финансовые рынки, как построить международный финансовый центр в Москве. Я думаю, что эти проблемы, может быть, и связаны с коррупцией, но довольно косвенно. Вот так вот. Друзья, теперь я, так сказать, очертив самые общие моменты, передаю слово Алене Долговой, председателю экономического клуба МГИМО, которая расскажет тоже о целях и задачах. Да, спасибо большое, Энел. Действительно, мы можем сказать, что, принимая во внимание тот факт, что новое правительство Российской Федерации сформировано и успешно начало функционировать, речь идет в данный момент о необходимости выработки и представлении реализации комплексной долгосрочной экономической политики государства, которая, в свою очередь, ориентировалась бы на новую социальную политику и, безусловно, на введение новых векторов, необходимых новых векторов роста. Именно поэтому, на наш взгляд, стратегия 2020 была неким образом разработана и презентована до представления нового правительства. Она, по сути, может стать программой этих долгосрочных мер по развитию нашей страны. Действительно, те меры и те предложения, которые были сформированы экспертным сообществом, они могут быть положены в основу структурных экономических реформ, столь необходимых нашей стране. Мы видим, что во многом потребность в реформах в первую очередь предъявляет общество, и в большей степени потребность в этих реформах предъявляют молодые инициативные люди. Именно поэтому одной из причин, я думаю, и, надеюсь, коллеги со мной согласятся, запуском этого проекта является понимание молодежи необходимости участия в переменах и в процессе выработки той программы изменений, которую мы хотим увидеть в нашей стране. Именно поэтому в рамках проекта планируется проведение круглых столов, открытых обсуждений с участием молодежи, экспертного сообщества. И, безусловно, я думаю, что мы также будем носить ряд дополнений в стратегию 2020, которые будут продиктованы меняющейся конъюнктурой мировых рынков и экономической действительностью в нашей стране. В рамках проекта также мы думаем, что произойдет определенный обмен мнениями с разработчиками подобной стратегии, которая была сформулирована по инициативе Совета Европы в 2010 году. И мы также, я думаю, обменяемся с ними мнениями о том, как в первую очередь применять и как реализовывать те меры, предложенные экспертным сообществом, потому что мы прекрасно знаем, что в Европейском Союзе эти предложения внедряются как органами государственной власти в странах-членах Европейского Союза, так и в наднациональных органах Единой Европы. Как вы видите, работа предстоит достаточно обширная. И я надеюсь, что действительно, Инал верно заметил, что к этому проекту подключились ведущие экономические вузы нашей страны. И я надеюсь, что это обсуждение, эти меры, которые мы предложим, те предложения, которые мы предложим, они будут услышаны правительством, и мы в том числе поучаствуем в их реализации во благо нашей страны. Ну и я думаю, что, наверное, если говорить конкретно более детально, то коллеги из наших организаций сегодня выскажутся о каких-то интересующих и волнующих их актуальных темах стратегии. Спасибо большое. Спасибо, Алена. Кстати, да, очень важно отметить, что мы собираемся приглашать самих разработчиков стратегии, естественно. Ну, это очевидно. И мы будем приглашать не только тех людей, которые участвовали в стратегии, но и людей, которые не имели отношения к этой стратегии. На самом деле довольно большое количество людей не успели или не захотели участвовать в разработке стратегии. Кто-то думает, что это конъюнктурный политический проект, и просто очень хорошие экономисты не участвовали. Поэтому мы думаем, что самый широкий круг экспертов будет задействован в наших дискуссиях. А сейчас Игорь Венедиктов нам расскажет очень интересно и подробно про предпринимательский аспект, который мы будем развивать. Я представлюсь. Меня зовут Игорь Венедиктов. И в этот замечательный день я представляю Ассоциацию Мировой Экономики Высшей Школы Экономики, одного из организаторов данного проекта. И мне кажется, очередность, с которой мы сегодня выступали, вышка, МГИМО, вышка и потомство МГИМО, уже отражает основной принцип свободы и равенства в нашем проекте. И братство. Я бы хотел начать с ответа на вопрос, который возникает в первую очередь, а зачем все это нужно? Зачем нужен очередной проект, где что-то будут обсуждать, что-то, может быть, решать? Очевидно, что сейчас мир, и Россия в частности, стоит перед целым рядом вызовов и проблем. Мы видим это по Европе, которая столкнулась с огромными финансовыми проблемами по Ближнему Востоку, которая столкнулась с целым рядом политических вызовов. Перед Россией также стоит целый набор вызовов и проблем. Для того, чтобы их решать, необходима работа разных каких-то общественных институтов, общественных площадок. Я бы назвал наш проект будущим мозговым центром, Think Tank, который существует в Соединенных Штатах. Я считаю, что мы должны стать точно таким же проектом но в России. Наш мозговой центр будет отличать, как верно уже сказала Алена, то, что мы привлекаем молодых студентов и недавних выпускников для того, чтобы дать свой взгляд, взгляд молодежи, взгляд недавних выпускников, на то, как реформировать российскую экономику. Как правильно заметил ИНАЛ, я в этом проекте активно лоббирую тему малого предпринимательства, малого бизнеса, микробизнеса, так как для меня это лично представляет большой интерес. И здесь, так как очень многие предприниматели – это молодые люди, возраст 20-25 лет, их много, я думаю, среди ваших знакомых, безусловно, для них тема эта очень важна и интересна. Буквально на днях, готовясь к сегодняшней пресс-конференции, я посмотрел материалы опроса, который проведен, если я не ошибаюсь, одной из экспертных групп стратегии 2020, в которой предприниматели, 60% предпринимателей, плюс-минус, удовлетворительно оценивают деловой климат в России. Ну, удовлетворительно это еще нехорошо и не очень хорошо. Здесь предстоит еще много работы, как в области налогового законодательства, законодательства в области коррупции, о которой говорил ИНАЛ, в области административных барьеров. Мы все это будем обсуждать в рамках, я думаю, отдельных круглых столов и отдельных семинаров. Я думаю, что мы отдельно сделаем акцент о развитии бизнес-инкубаторов в вузах. Есть хорошие примеры у нас в Ишке, в МГИМО, здесь я не уверен, по-моему, тоже есть, есть в Бауманке. Эти инициативы, конечно, надо развивать и поддерживать. А самое главное – нужно популяризировать бизнес и предпринимательство, потому что, на мой взгляд, вот 70 лет советской власти как-то отложили страны отпечаток на отношения к предпринимателям. И мне это, кажется, нужно исправлять, чтобы каждый понимал то, что малый бизнес играет очень важную роль в экономике. Можем посмотреть на США, можем посмотреть на Сингапур. И именно малый бизнес должен стать основным драйвером роста и развития нашей экономики. Подводя итог, я с большим оптимизмом смотрю на этот проект. Я не считаю, что он станет очередным каким-то институтом, который ничего не принесет, люди соберутся и что-то обсудят. Я уверен, что мы соберем отличное сообщество молодых экспертов. Мы не ограничиваемся, прошу прощения, ни Вышкой, ни МГИМО. Студенты любых вузов приглашаются к участию в данном проекте. Желаю нам всем успехов. Спасибо, Игорь. Кстати, передавая слово коллеге, я хотел заметить, что кому-то из вас может показаться, что мы романтики, но в целом, я вот недавно познакомился с человеком, он возглавляет шотландский молодежный парламент. На самом деле, практика влияния молодежи на принятие реальных решений, она существует, она есть. А другое дело, что, к сожалению, в России она не так развита. Но у нас есть какие-то молодежные движения, которые, я не знаю, в какой мере влияют, но я думаю, что влияние молодежи, молодежных движений, молодых лидеров, влияние на власть нужно обязательно развивать. Я передаю слово Сергею Ануфриеву, заместителю председателя экономического клуба МГИМО. Да, спасибо большое, Инал, за то, что меня уже представил. Я хотел представить сначала выступление. Уже отметил, что я представляю экономический клуб МГИМО в данном проекте. Как уже отметили мои коллеги, я хочу еще раз подчеркнуть, что это великолепная возможность для нас, для студентов, обсудить план развития нашей страны на ближайшие годы, довольно длительный период. И, как уже отметил Игорь, именно мы, то есть наши друзья, относимся к тому поколению, которому придется проводить вот эти реформы. Поэтому именно сейчас особенно важно для нас понять, как будет проходить эти реформы и наладить какое-то взаимодействие в этой области, прежде всего между основными экономическими вузами нашей страны. И для сегодняшнего мероприятия мы договорились, что мы выберем буквально несколько таких основополагающих тем. Игорь выбрал тему предпринимательского климата в России. Я хотел бы в своем выступлении дать старт нашей дискуссии по такому вопросу, как региональная политика и реальный федерализм, как это было указано в стратегии 2020. Почему же этот пункт так важен? На мой взгляд, то, что в этой стратегии написано, вот эти действия, их, конечно, будет проводить не только федеральная элита, на которую мы нашим таким небольшим проектом уже пытаемся каким-то образом воздействовать, но и региональные элиты, потому что от них тоже в этом процессе зависит очень и очень многое. И я пытался рассмотреть меры, предложенные стратегией 2020 по взаимодействию федерального и регионального уровня власти, также местного уровня власти, и предложить какие-то свои идеи, чтобы дать старт нашей дискуссии. И первый посыл, который, я думаю, каждый, кто читал стратегию 2020, понял, это то, что авторы данной стратегии пытаются, на мой взгляд, довольно в правильном управлении не мыслят, они пытаются либерализовать отношения между уровнями власти. И для этого, прежде всего, необходимо дать больше полномочий региональному и местному уровню власти. Это совершенно правильно, на мой взгляд. И среди мер, которые я бы добавил к этому проекту, хотя, как уже сказал Инал, довольно сложно сюда добавить к 864-страничному документу, но в данной стратегии встречался пункт о том, что именно региональные органы власти должны отвечать за поддержание правопорядка в своих субъектах федерации. На мой взгляд, совершенно возможно в России принятие такой меры, как выборность неких должностей, например, таких, как начальников полиции в определенных областях и районах. Подобные меры встречаются в разных странах мира, и в России, в принципе, тоже была дискуссия на этот счет, но, к сожалению, до сих пор ничего в этой области не сделано. Вторая мера, которую я хотел бы рассмотреть в контексте нашей сегодняшней дискуссии, это реформа Совета Федерации. То есть довольно актуальная тема, которая сейчас тоже обсуждается. И мне хотелось бы отметить, что помимо того, что мы сегодня видим, то, что предлагается как раз, сейчас рассматриваются проекты, существуют многие другие формы взаимодействия подобных органов в федеративных государствах. И, на мой взгляд, интересен опыт Германии в этом смысле, потому что немецкий аналог Совета Федерации, так называемый Бундесрат, в нем существует возможность делегирования от регионов различных лиц для обсуждения важных вопросов в данном Бундесрате. Что я имею в виду? То есть, если обсуждаются вопросы бюджетного характера, то есть смысл регионам направлять именно данных специалистов в Совет Федерации по этим вопросам. Соответственно, вопрос социального развития, уже скорее министры социального и экономического развития регионов должны обсуждать данные вопросы. И третья, на мой взгляд, тоже одна из важных тем, она была поднята в стратегии 2020, это то, что мы должны уменьшить зависимость региональных и местных бюджетов от бюджетов более высокого уровня. В стратегии были указаны данные о том, что порядка 60-65% доходов большинства бюджетов это трансферты из бюджетов других уровней. То есть, эта ситуация, на мой взгляд, неприемлема для федеративного государства. И в ближайшее время мы должны сделать все, чтобы регионы были более самостоятельными. И, на мой взгляд, здесь совершенно верные методы стратегии о том, что трансферты данные должны носить исключительно целевой характер, а не только ликвидировать возможные недостатки доходов в данных бюджетах. Ну, в принципе, вкратце это все, что я хотел сказать. Еще раз спасибо организаторам, гостям за то, что предоставили возможность высказаться. Спасибо большое, Сергей. Кстати, вопросам децентрализации посвящены очень большие пассажи в стратегии. Это очень важная тема. На самом деле, я очень рад, что у нас таких идеологических разночтений нет. Я абсолютно согласен с тем, что надо выбирать участковых. И вообще очень радостно, что у нас нет идеологических разногласий, и что мы разделяем такие, в общем-то, незыблемые принципы, как политическая демократия, рыночная экономика и так далее. Друзья, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, а не надо стесняться, как говорит Иван Дорн. Поэтому давайте. Вопросы могут быть самые разные. Пожалуйста. Если можно. Сейчас. Спасибо. Олег Романовский, информагентство Москомнатинформы. Вопрос у меня такой. Конечно, 864 страницы, огромное количество страниц. Я думаю, наверное, может быть, что-то ее убавить можно. Разговор вот какой. Очень многие реформы и теории, которые у нас богаты вот эти последние 20 лет, терпели неудачу, когда их проверяли об оселок практики. Для того, чтобы, извините, я не хотел вас обидеть, вы просто по возрасту такие, нужен неопределенный, а практический опыт вы теоретически довольно хорошо знаете в силу ваших вузов, уважаемых, опыт управления, скажем, Германии, как говорили в Соединенных Штатах, даже вот про Ирландию, по-моему, и Шотландию, да, был разговор. А насколько вы практически знаете свою страну? Турцию вы тоже хорошо знаете, как вы сказали. Вот, отдых. А вот как, насколько страна ваша? Вот вы сейчас, как пример, чтобы было понятно, говорить о выборности участковых. Замечательно, это прекрасно. Мне один американец в свое время тоже говорил, что я президента, может, не пойду выбирать, а вот шерифа, налогового инспектора и судью обязательно, потому что мы друг от друга зависим. И главное, чем отличаются они от нас, прямые параллельные не очень хорошие, но вот в данный момент, то, что он рассматривает чиновника не как благодетеля, а как человека, которому он платит зарплату. Жалование. То есть он его содержит. Так вот, есть такое поселочко Малаховка под Москвой. Шесть тысяч жителей. Она реально живет, на самом деле, двадцать тысяч. Там есть участковый и твоего помощника. Вот вы их выбрали. Что они могут сделать с двадцатью тысячами? Это реально при таком соотношении? Вот и насчет практики, понимаете? Можно выбрать очень хорошего человека, справится ли он с работой. Вот в этом плане вы задумывались о практическом осуществлении и критики, и каких-то конструктивных предложениях, исходя из реальной жизни. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, несмотря на то, что Инал сказал, что мы, наверное, романтики в некотором смысле, с другой стороны, мы себя абсолютно не тешим определенными иллюзиями. Потому что мы прекрасно понимаем, что вопрос реализации мер и предложений стратегии – это фактически политическая воля власти, которая сейчас находится. Мы прекрасно понимаем, что стратегию и предложения, которые были выработаны, эту программу может постигнуть абсолютно та же самая судьба, как, допустим, постигла программа Грефа, которая была в 2000 году тоже презентована, и к разработке которой также принимало огромное участие экспертное сообщество. Наша задача заключается немножко, наверное, в другом. Она заключается в том, чтобы подключить молодежь к участию и к выработке непосредственно экономической политики в нашей стране. И к выработке предложений и мер. Да, я хотел добавить. На самом деле, практическая реализация этих мер – это не наше дело. Мы же не являемся членами правительства и исполнительной власти. Наше дело – дать какой-то комментарий. На самом деле, я тоже довольно скептичен в отношении того, насколько власть прислушивается к экспертному сообществу. И мы в Высшей школе экономики провели огромное количество встреч. И, например, такие люди, как Евгений Григорьевич Ясин и многие другие, Андрей Нечаев. Они считают, что стратегия 2020 – это в значительной мере политический проект. И на самом деле власть не собирается прислушиваться к тем тезисам, которые там были отмечены. Есть, конечно, другое мнение. Но на самом деле очень важно проводить широкие общественные консультации по поводу выработки стратегического курса страны. Это определение демократии по одному из политологов. То есть широкие общественные консультации, которые определяют в какой-то мере стратегический курс развития страны. Вот что важно. Важно обсуждать, как должна развиваться страна, а там уже власть либо прислушивается, либо не прислушивается. Спасибо. Давай следующую. Вот девушка. Здравствуйте. Меня зовут Петрова Ольга, Высшая школа экономики. А можете ли вы гарантировать, что экспертное сообщество, правительство прислушиваются к вашему мнению? Что вы сделаете для этого? Спасибо. Мы, наверное, не можем гарантировать. Мы можем надеяться. Безусловно, я думаю, что по итогам всех круглых столов будут сформулированы определенные предложения. Они будут оформлены, они будут разосланы и представлены. Да, я думаю, что у нас будет, конечно, доклад итоговый, который соберет работу ребят по всем секциям. Я думаю, что имеет смысл построить работу именно так, как она построена в стратегии. Можно взглянуть на оглавление. Кстати, не обязательно читать 864 страницы. Там есть оглавление. Можно просто посмотреть и дальше не читать. Там есть секции, просвещенные макроэкономике. Там есть социальная сфера. И последняя традиционная глава про международные отношения. Кстати, моя большая надежда заключается в том, что мы смогли бы предложить в значительной мере полезные предложения с точки зрения международных отношений, позиционирования России в мире. Потому что на самом деле в стратегии 2020 очень мало про геоэкономическое, геополитическое позиционирование России. Я повторюсь, что почти все из нас международники, экономисты. Да, да, да. Это хорошо. Мы тоже. Я поэтому надеюсь... Ну, конечно, будет очень сложно вырабатывать какие-то оригинальные предложения с точки зрения чистой макроэкономики или социальной сферы, или такие вопросы, как реформа пенсионной системы, бюджетной системы. Это, конечно, очень сложно. Ну, мы постараемся, но особый акцент, я думаю, должен быть на международные отношения. А с точки зрения реализации мы этот доклад выпустим, мы его передадим разработчикам стратегии. Ну, я надеюсь, что у нас, может быть, будет встреча с теми людьми, которые принимают решения. Может, даже презентуем его в этом зале в итоге. Да, может быть. Пожалуйста. Здравствуйте. Ксения Сиватянова, Вы школа экономики. У меня такой вопрос. Вы собираетесь сотрудничать с какими-то общественными организациями или основное внимание все-таки на студент? Спасибо. Конечно, да. Проект открытый. Да, я думаю, что у нас открытый проект, но все-таки мне думается, что наиболее продуктивным было бы сотрудничать с теми людьми, которые разделяют наши принципы. Я, кстати, их уже назвал. Два основных принципа. Это политическая демократия и рыночная экономика. Конечно, мы с большим удовольствием будем встречаться с молодыми коммунистами, например. Но мне очень сложно с ними разговаривать, потому что я недавно общался с коммунистом, он говорит, что у нас слишком либеральная экономическая политика. А мы в высшей школе экономики уже трубим пять лет, что наоборот. Очень сложно. Ну, они против вступления России в это. Ну, очень сложно с ними разговаривать. Я повторюсь, мы абсолютно открыты. И, например, в Вышке мы приглашаем таких людей, как, например, Никита Сергеевич Михалков, который ратует за монархию. Но мы с удовольствием общаемся с этими людьми. Но я думаю, что все-таки будет продуктивно и конструктивно общаться с теми людьми, которые разделяют наши принципы. А вот уже какую рыночную экономику строить и какую демократию строить, это уже вопрос детальный, и этот вопрос не нуждается в обсуждении. Мы, наверное, можем пообещать, что услышим мы всех. Да, конечно. Скажите, пожалуйста, когда можно ждать вашего доклада, выхода, чтобы знаменательная дата у вас тоже состоялась, не только у стратегов. И интересует ваше отношение к пенсионной реформе, потому что одна из основных идей стратегии 2020 – это увеличение пенсионного возраста и выравнивание его для мужчин и для женщин к 2020 году, и реформирование накопительной части пенсии. Вы сказали, что вам сложно об этом говорить? Подискутируйте. По поводу выхода. Я думаю, что мы начнем в сентябре наши дискуссии, которые будут проходить на разных площадках, и в МГИМО, и в Высшей школе экономики, и в других местах. Я, на самом деле, боюсь предсказывать, но мне кажется, полугода вполне хватит, чтобы подготовить хороший доклад. Я думаю, да, наверное, к концу года. А что касается пенсионного возраста, ну это очень сложный вопрос. Ну опять же, это политическая воля, потому что… Ну хотя, когда президент избирается на 6 лет, я думаю, что есть все основания полагать, что пенсионный возраст может быть повыше. Но это очень непопулярная мера. Я на самом деле уверен, что пока этого не будет. Хотя с точки зрения реального экономического анализа, это полезная мера. Абсолютно полезная. Я думаю, что это полезная мера. Это, конечно, очень болезненная реформа. Как правило, болезненные структурные реформы дают свои результаты через, например, 5 лет. И это может дать реальный экономический рост. Но Свете из Иванова очень трудно объяснить, что повышение пенсионного возраста приведет через 5 лет к экономическому росту. И в этом смысле непопулярность этой реформы говорит о том, что очень низка вероятность ее осуществления. Я добавлю, по-моему, на недавнем форуме в Петербурге либо господин Греф, либо господин Кудрин как раз сказал то, что мы уже прошли определенный этап, и сейчас у нас не остается выбора, как только повышать пенсионный возраст. Ну, безусловно, мы все понимаем, что эта мера ужасная и непопулярная. Но что нам остается делать? Ее нужно осуществлять. Вы будете в своем докладе указывать на то, что если у нас в Крыге, что 60-х годов это возраст, я думаю, мы, наверное, обсудим сначала, а потом действительно... Чтобы не дать скоропалительные решения ни в коем случае. Самая важная задача найти экспертов молодых по этой теме, потому что я лично профессионально этим вопросом не очень-то занимаюсь. Вот. Очень важно. Пожалуйста. Тимур Алиев, МГИМО. Скажите, пожалуйста, какие меры предполагает стратегия предпринять во избежание проблем функционирования государственных институтов, поскольку логично предположить, что стратегия предполагает, учитывает реформирование неэффективно действующих государственных институтов, неэффективность которых проявляется в ряде факторов, ключевым из которых является, мягко говоря, недобросовестное поведение государственных чиновников? Да, на самом деле там целая глава посвящена государственному управлению. Ну, на самом деле, с точки зрения анализа эффективности органов государственной власти, основная проблема — это, наверное, коррупция. Потому что коррупция — это широкое понятие, сюда можно, на самом деле, включить и такой абсолютно непрофессионализм, такое мракобесие. Вот я, например, вернулся из Соединенных Штатов Америки, и там очень четко видно то, что вы сказали. Во-первых, очевидно, что однозначно ты платишь зарплату этому человеку, и он абсолютно даже к тебе как к работодателю должен относиться с уважением. Но когда я после Соединенных Штатов пошел в паспортный стол, не буду называть район, я, так сказать, вернулся на землю, потому что там такое ощущение, как будто я на нее работаю, а не наоборот. Да, вот это печально. Это, на самом деле, тоже вопрос менталитета и культуры, и, на самом деле, если посмотреть последние статьи самых знаменитых экономистов и западных, и российских, очевидно, что вопрос вообще состояния умов, он определяет экономическое развитие. И там же в этих всех статьях можно прочитать, что менталитет и состояние умов можно изменить, если проводить соответствующую политику. И здесь очень явный и очень популярный пример Грузии, где буквально за 3-4 года очень сильно изменилось вообще понимание ситуации. Я, на самом деле, общаюсь с огромным количеством ребят, которые мыслят совершенно по-другому, нежели… Коррупции практически нет. Грузовой практически нет. Да, именно. Тут, наверное, можно добавить, действительно, в принципе, Игорь уже касался вопросов условий и деятельности политикоэкономических институтов. Однако мы действительно можем сказать, что если анализировать последние 10 лет, то мы прекрасно понимаем, что больше миллиона человек, по-моему, покинуло нашу страну. Мы прекрасно понимаем, что большей частью люди образованные и молодые. И, я думаю, наверное, ни для кого не секрет, что только капитал составил 5% ВВП в прошлом году. И все это, в первую очередь, действительно свидетельствует о том, что не были созданы эффективно действующие как раз политикоэкономические институты, которые, в свою очередь, в развитых странах действительно, как уже сказал Инал, снижают уровень коррупции. Они неким образом урезают и сокращают полномочия органов государственной власти, ну и также выстраивают и способствуют развитию эффективной судебной системы и конкурентной среды. Поэтому я думаю, что для нас это одна, наверное, из ключевых тем для обсуждения, потому что сейчас мы в большей степени, наверное, представляем поколение 20-летних, которые как раз в, наверное, 2020 году как раз и будут реализовывать какие-то свои идеи, вести свой бизнес и строить свою жизнь. Поэтому для нас это важно, это один из ключевых факторов успешности, в том числе и каждого из нас. Да, кстати, именно нам жить в той России, которую там расписали. Это первое. А второе, по поводу коррупции, я думаю, что мы этому вопросу уделим огромнейшее внимание и, в частности, необходимости пользоваться международным опытом. Но по поводу Грузии я хотел подчеркнуть, что коррупция – это очень сложная проблема. И на первый взгляд, конечно, нужно обратиться к опыту Грузии как к стране, с которой мы жили в рамках единого политического и экономического образования СССР. Но очевидно, что в Грузии побороли низовую коррупцию, а элитарная коррупция там бойко развивается. То есть, например, если у нас на низовом уровне есть 10 коррупционных сделок по 10 рублей, а на элитарном уровне у нас одна сделка на сумму 1000 рублей. И объем коррупционной ренты, он может даже увеличиваться. Я в этом смысле хотел отметить необходимость борьбы не только с низовой коррупцией, с которой мы постоянно сталкиваемся, но и с элитарной, с коррупционно-государственным уровнем. Да. Пожалуйста. Здравствуйте. Павел Прокопьев, Высшая школа экономики. Вопрос ко всем коллегам. В последнее время начинает циркулировать идея о переносе столицы России в восточную часть, в связи с тем, что центр роста мировой экономики переместился туда. Я вот хотел спросить, как Вы относитесь потенциально к этой идее? И если не рассматривать всерьез буквально эту идею, то как действительно сделать так, чтобы Россия поучаствовала в этом экономическом росте, который идет именно с Азии сейчас? Спасибо. Разрешите, дам короткий комментарий. Мне кажется, на восток пока далеко, а вот то, что нам обещают на юг сейчас расшириться, куда Москва расширилась, вот было бы неплохо, чтобы государственные органы из центра города как-то разгрузить туда. Можно тоже прокомментировать? Игорь, мне кажется, здесь очень интересно как раз посмотреть позицию самих государственных органов на этот счет. Потому что как раз вчера я читал большую статью, проводилось исследование, то, сколько именно сенаторов и депутатов согласны переехать в коммунарку в качестве парламентского центра. И здесь как раз интересно то, что здесь один из многих моментов, когда действительно есть почти единство у партий, как ни странно у всех, кроме ЛДПР, все, кроме ЛДПР, не собираются переезжать в коммунарку. Кстати, на самом деле идет огромнейшая дискуссия по этому вопросу. И на самом деле, с одной стороны, эта идея нереалистичная, но на самом деле можно обратиться к международному опыту, например, вспомнить Казахстан, например, вспомнить Бразилию, где столица была перенесена. Ну, не в кризис, да. Но в начале 20 века столица была перенесена в Турцию. Это на самом деле международная практика. Но я, на самом деле, нашим экономистым политикам только дай повод разделиться. Они это сделают с упорством. Они уже разделились. И на самом деле есть очень четкая группа людей, которые выступают за, например, губернатор Подмосковья Сергей Шойгу, выступает за перенос столицы. А есть мэр Собянин, который считает, что это будет экономическая катастрофа для Москвы и для Подмосковья, потому что инвестиции сразу перетекут туда, на восток. Есть, например, декан факультета мировой экономики и мировой политики Сергей Караганов, которого я, будучи в Нью-Йорке, наблюдал по СНН. Это было очень приятно. Мы сидели с нашими коллегами, и российский ученый появился на экране СНН. И там как раз было выступление на тему того, что столицу нужно переносить в Сибирь. И, на самом деле, я думаю, что баланс выгод и убытков в долгосрочной перспективе может быть положительным, если перенести столицу, потому что есть такая долгосрочная и устойчивая вещь, как экономический рост Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. И, в принципе, нельзя исключать, что столицу реально перенесут. Вот так вот. Я, на самом деле, не заметил, кто первый ходил. Здравствуйте. Я не коммунист, но меня тоже интересует вопрос вступления в ВТО. Как мы знаем, у этой ситуации есть столько же минусов, сколько и плюсов. Интересно узнать ваше мнение по поводу минусов того, как сильно это ударит по отечественному производству. Какие вообще шаги можно предпринять для того, чтобы этого избежать? Вообще, как вы к этому относитесь? Я так поняла, что вы все за, да, вступление? Да, да, наверное. Ну вот, что сделать, чтобы избежать? Нельзя говорить никогда, однозначно, да. Конечно же, всегда есть свои минусы. Да, но. Да, с контекстом, наверное, да. Всегда постоянно возникают свои минусы. Тоже на днях прочитал статью, и там возмущались, если я правильно помню, юристы, потому что они сказали то, что юристов при этот сектор, при переговорах по ВТО сдали. И то, что когда сюда придут иностранные компании, у них работы не останется. Банковский сектор, по-моему, тоже. А по поводу отечественного производства, как его спасти можно? Ну, я на самом деле, мне уже немножко надоела эта тема, она вечная. Тема надоела. Да, на самом деле, ну, я хотел сказать одну вещь. Во-первых, вступление России в ВТО – это абсолютная необходимость. Это первое. Второй – баланс выгод и убытков будет положителен. И с течением времени выгоды будут нарастать, это точно. Хотя нельзя исключать, что такие слабые отрасли, как, к примеру, автомобильная промышленность, очень сильно пострадают. Но сколько можно консервировать отсталость? Если АвтоВАЗ не может работать нормально, ну, что ж тут поделаешь? И второй важный момент. Сейчас какая-то компания, по-моему, разворачивается, которую… Да, митинги даже проводят. Да, да, да. Я недавно проходил рядом с Большим театром, и там был Сергей Кургинян, по-моему. Да. Карл Амаркс. Да, да, да. Против ВТО и так далее. Ну, я думаю, что самое важное, чтобы сейчас наша законодательная власть ратифицировала этот договор, чтобы мы, наконец, вступили в ВТО. А то, если там будут какие-то провокации, мне кажется, это будет шаг назад. Мы должны просто понимать, что альтернативы-то нету, с другой стороны. И мы должны так или иначе вписаться в эти правила игры, которые призваны практически всеми мировым сообществом. Вот и все. Это очень странно. Такая экономика, как российская, не входит в ВТО. На самом деле это немножко странно. И вопрос был, как преодолеть отсталость. Ну, тоже не ответили. Мне кажется, просто, чтобы наши предприятия начали производить конкурентоспособную продукцию на мировом уровне. Хороший вопрос. Когда они сразу преодолеют свою отсталость. Ну, не сразу, но на тот момент, когда они это сделают. Коллеги, я рада поприветствовать вас. Меня зовут Татьяна Исаченко. Я профессор МГИМО. И вот здесь начинается самое интересное. И профессор Высшей школы экономики. Да, поэтому лучше сидеть в проходе. Я так понимаю. Значит, во-первых, я хочу от себя лично сказать вам, что я вот абсолютно счастлива, потому что я присутствую на реализации своей мечты, когда Вышка МГИМО реализует совместный проект. Это действительно достойные вузы. И я думаю, что продукт у вас получится, ребят, высокого качества. Мы будем держать вам пальцы. И вот как всегда, как родители, поддерживать и помогать. Что касается ремарок. Вот как раз коллега спросила про ВТО. И мой вопрос, который я изначально собиралась вам задать, он частично с этой ремаркой связан. Не планируете ли Вы предложить себя, свой дискуссионный клуб, свою исследовательскую структуру, если Вы собираете такую создавать, в качестве определенного независимого консалтинга для органов государственного управления? В частности, по проблеме ВТО существует огромная сейчас потребность в кадрах, которые могли бы, вот кто-то сказал Свете из Иванова, не объяснить повышение пенсионного возраста. Точно так же не объяснить и необходимость присоединения к ВТО за час. Отсюда и митинги, отсюда и совершенно неправильное толкование, и отсюда, простите, коллега Муранов, который озабочен проблемой юридических услуг, хотя не совсем так, но это сейчас мы не дискутируем именно по этой проблеме. Значит, могли бы Вы выступать своего рода такими, ну по каким-то вопросам, своего рода такими консультантами, которых можно было подправить в регионы, да, на предприятия, малые, средние. И я Вас уверяю, малые предприятия вообще, АВТО, имеют такое представление, как у меня теоретической физики. То есть никакое. В Камчатку кто поедет? Спасибо. А так вообще удачи, мы Вам держим пальцы. Спасибо большое. Мне кажется, что это очень интересное предложение, Татьяна Михайловна. И такое своеобразное хождение в народ, наверное, да, в некотором смысле. Сначала надо не в народ, а потом после этого в народ. Ну да, как второй этап, потому что, как мы уже отметили, первый наш этап – это организация некой студенческой дискуссии, то есть подключение основных экономических вузов, а как второй этап, я думаю, да, может быть, хождение в народ. Я думаю, что в рамках одного из обсуждений мы можем действительно коснуться этого вопроса, учитывая, что мы тут действительно, наверное, собрались все. Кто-то уже дипломированный, кто-то на подходе международник. Поэтому, в общем, собственно, это действительно очень интересно. Я думаю, что это можно будет обсудить и представить экспертному сообществу. И еще одно вам предложение. Есть у вас очень достойные коллеги… Да нет, ничего, у меня поставленный… А, поставленный голос, я думаю. У вас есть очень достойные коллеги, которые могли бы поддержать вас в ваших изысканиях и проектах. Это факультет экономический и кафедра мировой экономики в Питере. Санкт-Петербургский государственный университет. И со своей стороны, я думаю, профессор Сутырин вас поддержит. Если что-то, какие-то контакты понадобятся. Спасибо огромное. Куда же без Питера? Артем Мухтанов, МГИМО. Вопрос будет специально для Игоря, касающийся предпринимательства. Вопрос такой. Планируется ли создание в России особого фонда и организации, специализирующихся на поддержке нового предпринимательства, прежде всего среди студентов, и который бы аккумулировал, во-первых, все вуду страны, индекс ангелов и банки, которые готовы бы помогать материально, то есть молодым статаперам, и консультировать их в своих начинаниях. Спасибо. Вы имеете в виду на федеральном уровне? Да. Ну вот это, конечно, вопрос для обсуждения, но моя позиция в том, что надо развиваться регионально, не надо создавать общую структуру, как мы в России любим создать какую-то общую структуру, новый совет, что-то там, которое будет этим всем руководить. Нужно поощрять снизу, нужно поощрять создание бизнес-инкубаторов, о которых я сегодня говорил. Я думаю, и в национальных исследовательских вузах, которые были созданы, крупные структуры, можем поощрять и там. Там, может быть, это есть, я просто не знаю, скорее всего, даже есть. Допустим, есть вузы оригинальные, довольно слабые, вот у них нету достаточного эдаутмента, чтобы они могли помогать своим студентам в их начинаниях. А вот эта организация общая могла бы, во-первых, аккумулировать средства и бизнесменов, которые уже имеют статус и уровень, а во-вторых, могла бы помогать и студентам, находящимся и в Дальнем Востоке, и в Сибири, и, наконец, в Москве. Эдаумент фонд, по-моему, вообще есть только в МГИМО, насколько я знаю. У РЭШ есть, у РЭШ. Да, МГИМО очень крупный. У меня нет конкретного ответа на ваш вопрос, но я вас приглашаю на дискуссию. Я думаю, что это будет интересной темой для обсуждения в том числе. А можно вот такая дискуссия? Видите, дискуссия начинается уже здесь. Что касается... Ну вот как раз активные участники, поэтому... Что касается более слабых вузов и также, кстати говоря, школ, сейчас есть целая программа об объединении сильных вузов и более слабых для поддержки и, скажем так, подтягивания их на более высокий уровень. В том числе, насколько я знаю, она прошла в высшей школе экономики, так как были в этом году объединены вузы, точно не помню их, но вот с 1 сентября уже они функционируют от имени вышки. То же самое было сделано с финансовым университетом. Таким образом, оказывается, поддержка более слабым вузам, и они могут использовать опыт успешных вузов России. А что касается предпринимательской организации, то вот недавно, буквально на прошлой или позапрошлой неделе, проходил форум в Питере, на котором Владимир Владимирович Путин сказал о новой организации «Деловая Россия». Я сейчас уже не скажу, кто ее возглавил, но вот... Нет, «Деловая Россия» существует давно. Ну, не «Деловая Россия». Амбутсмен по бизнесу. Уполномоченный по правам предпринимателей, как раз им стал глава «Деловой России» Борис Титов. Да, да. Вот, то есть... Кстати, такой прорыв. В некотором смысле, наверное, в этой области, да. Катерина Яковлева, журнал «Стратегия». Вы молодая сила, сила молодежи. Вот с такой позиции, какова сейчас государственная поддержка молодежи, на ваш взгляд? Насколько прописана она в стратегии? Насколько она соответствует реалиям времени? Насколько ее, вам, молодежи, хватает, чтобы раскрыть свой потенциал, чтобы поддерживать там молодые таланты? Может быть, чего-то не хватает? Может, не хватает частной инициативы, участия негосударственных каких-то организаций? Спасибо. Можно я начну? Да. Ну, если говорить о том, чего нам не хватает, нам, наверное, не хватает, и, наверное, не будет хватать в ближайшее время, желание, как мы уже сказали, прислушаться к нашим идеям. Потому что у нас тоже есть некие сомнения, на тот счет, что наши идеи услышат и сразу начнут воплощать. Это то, наверное, чего нам не будет хватать, с чем нам придется бороться. А то, что нам нужно, у меня такой взгляд, может быть, согласятся, может, нет. А я просто хочу, чтобы нам не мешали. Мне кажется, это самое важное. На самом деле, мы просто, знаете, мы, наверное, я думаю, ИНАЛ, как тоже руководитель крупной организации студенческой, он согласится, что мы не можем говорить, наверное, за всю поддержку. Мы можем говорить, и мы понимаем, что существуют определенные точки роста. То есть мы представляем тут, я не побоюсь этого слова, ведущие вузы страны, в которых действительно созданы благоприятные условия для того, чтобы студенты развивались и предлагали какие-то свои идеи. И мы, понимая то, что наши вузы нас поддерживают в этом процессе, мы пытаемся неким образом транслировать какие-то свои успехи уже на уровень всей страны и показать, что действительно это нужно обсуждать, нужно принимать в этом участие. И на мой, не знаю, может быть, субъективный взгляд, все начинается с каждого конкретного человека. Если ты хочешь что-то менять, есть прекрасное выражение Ганди на этот счет по поводу того, что сам стань тем изменением, который ты хочешь увидеть в нашей стране. По-моему, это очень правильно. Я на самом деле хотел добавить одну вещь. Я абсолютно согласен с Аленой в том смысле, что если ты хочешь, то ты прорвешься там в правительство, в администрацию президента, куда угодно. Но это вопрос усилий. Мне кажется, что в России нужны огромные усилия, чтобы куда-то пробиться. И опять же, мне кажется, что молодежная политика в России, она в значительной мере отстает от западных стран, где вот эти системы социальных лифтов, она очень развита. И ребята, которые возглавляют молодежные организации, они буквально через 2-3 года становятся сотрудниками органов государственной власти, и это можно увидеть. У нас пока такого нет. Господа, меня зовут Антон. Я представитель Ассоциации мировой экономики Высшей школы экономики. И я хотел бы, чтобы коллеги пояснили свою позицию по следующему вопросу. Столь авторитетные экономисты, как Гуринев и Сонин, представители российской экономической школы, констатируют тот факт, что российская экономика очень больна, больна ресурсным проклятием. И спросите мне, пожалуйста, какие пути выхода из этого проклятия видите Вы как молодые специалисты и эксперты? И считаете ли Вы, что победа над этим проклятием необходима для реформирования остальных сфер российской экономики, не столь завязанных на ресурсах, например, как социальная сфера, политическая сфера, или усиление федеративных процессов экономики и внутренней политики? Спасибо. Так как я сегодня говорил о малом бизнесе, я действительно в этом убежден, что малый бизнес может и должен стать в России одним из основных драйверов роста. Мы можем это видеть, например, в Соединенных Штатах, где малый бизнес занимает огромнейшую долю в национальной экономике. Я считаю, что если мы в России не будем просто мешать этому сектору, не надо тому сильно помогать и что-то делать, просто не будем мешать, то потенциально он способен занимать очень большую долю ВВП. Я на самом деле добавлю, вот голландская болезнь посвящена тоже в значительной мере стратегии 2020. На самом деле все сходятся в одном, что для того, чтобы избавиться от ресурсного проклятия, нужно, чтобы эти ресурсы стоили мало. То есть, чтобы цены на нефть упали, и затем мы уже как-то начнем двигаться. А пока, когда барыши, так сказать, текут сами собой, зачем что-то менять. Вот когда, конечно, не дай бог состоится какой-то бюджетный кризис, и мне кажется, цены на нефть должны где-то болтаться между 50 и 60, чтобы с одной стороны не было бюджетного кризиса, чтобы не было гигантского бюджетного дефицита, и с другой стороны, чтобы побудить власть к тому, чтобы реально проводить институциональные реформы. То есть нужна какая-то золотая середина. Те цены, которые сейчас имеют место, они являются побудительным мотивом к тому, чтобы ничего не менять, к сожалению. Наверное, как раз это и продемонстрировала программа Грефа в 2000-е годы, потому что цены на нефть пошли вверх, и необходимость в реформах сразу пропала. Ну а касательно стратегии, мы можем сказать, что, наверное, ключевое место отведено в новые модели роста, который необходимо выработать и ориентироваться на ее развитие и внедрение. Если можно, я вам надоел уже, но у меня несколько, вы же понимаете, наверное, вам не очень большое удовольствие заставлять, если вас гладят по головке, я против шерсти попробую, ладно, можно? Вот, вот Сергей задел этот вопрос, вот, извините, вот это, извините, мероприятие, извините, это для вас возможность потренироваться в вашей будущей профессии, или вы собираетесь драться за свои взгляды и драться именно там, не бороться, бороться это часто демонстрация борьбы бывает, а драться за то, что вы уверены, в чем-то вы уверены. Вот в этом плане очень важно, почему. И второй момент, мне, в общем, немножко коробит засилие двух вузов здесь. Понимаете, элитарность некая, ведь, извините, я могу сказать четко, что вы страну плохо знаете. Почему региональных вузов нет? Вот Томск сильно, Санкт-Петербург, Московск, это понятно, Томск университетский древний и так далее. Нужно привлекать ребят, которые, наверное, на местах знают ситуацию гораздо лучше, чем вы. Вот собираетесь ли вы в этом плане что-то делать? И не забывайте еще один момент, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Яркий пример, вы теоретически можете победить, а практически проиграете. Братья Фурсенко. Один устроил черти что в футболе, вот, и благополучно ушел, чистенький, не отвечая ни за что. А второй, очень такой тоже красивый мероприятие. Я просто вузовский преподаватель, я знаю, что мы получаем сейчас из средней школы. Мировоззренческие, инфантильность колоссальная, очень низкий уровень культуры общий. Вот, и образование у него не мешается. Вот господин Фурсенко, другой, в день своей отставки взял и подписал стандарты образовательные, против которого общество возражало, а он взял в момент отставки и подписал их. Вот этот момент очень существенный, понимаете? Вы теоретически можете что-то добиваться. А как, готовы ли вы драться на практике? Спасибо. Если позволите, я отвечу на ваш вопрос про вузы. Изначально наша позиция была как раз и не ограничиваться МГУ и МГИМА, потому что это безумно, и зачем это делать. Безусловно, мы привлечем вузы, которые есть в Москве. Здесь мы только связаны, может, с географическим, и чтобы мы могли общаться. Если ребята из других городов будут хотеть в этом участвовать, мы будем только за. Мы это, конечно, предложим. Безусловно. Одну секунду. Я даже здесь привел пример. В этом году ИНАЛ участвовал в молодежном саммите G8, и как раз там присутствовали ребята из регионов. Там, по-моему, был Калининград. И там были очень сильные ребята. Как вы правильно это отметили. И если вот они будут участвовать в этом проекте, мы им предложим, я буду очень рад и счастлив, потому что это позволит нам дать объективную картинку. Друзья, нам намекают на то, что нас выгоняют. Спасибо всем огромное. Очень хорошо, что мы на боевой ноте закончили. Бороться будем. Да, бороться. Драться, драться. Драться, драться. Если получите, извините, в морду, это не значит, что вы застыли и убежали в пустыне. Я могу точно сказать, мы, как студенты, которые проучились в этих вузах, это было очень сложно. И приходилось не просто драться, а просто рыть землю в некоторых случаях. Спасибо всем огромное. Спасибо большое. Я полагаю, что это было очень полезно. Я надеюсь на то, что светлое будущее Российской Федерации будет делом наших рук, друзья. Спасибо. Я думаю, мы через какое-то время еще обобщаемся на то, что у вас там стало получаться или не получаться. Это очень важно, потому что в зеркало очень полезно смотреть. Вот один умный человек сказал, что знаете, вот что, очень важно видеть, взять свой затылок. Мы затылка не видим, как мы выглядим со стороны.